Многое изменилось в артиллерии за шесть веков. Но одно остаётся неизменным. Артиллерист – это математика. Производить в уме тригонометрические вычисления способен далеко не каждый. И тем более делать это быстро. Однако есть люди, которые в состоянии делать это не только быстро, но даже на перегонки. Такое можно видеть раз в год на Лужском артиллерийском полигоне. Это называется заключительным этапом всеармейского конкурса командиров артиллерийских батарей. Задача участников – всё рассчитать в уме и не промахнуться на деле. Стой записать, все 101-е. Четыре, двой, селоны, три! Вау, да? Артиллерист должен знать многое. Как устроено орудие, как работают приборы разведки. Он должен уметь водить штатный автомобиль. И даже скорость полёта снаряда командир батареи должен учитывать правильно. Есть поговорка – видишь врага – бей наверняка. Сказать легко – сделать трудно. В основном артиллеристы ведут огонь по целям, которых не видно с огневой позиции. Противник может находиться за несколько десятков километров. При этом командир батареи находится не у орудий, а на наблюдательном пункте, видя противника своими глазами. Труднее всего поразить цель с первого выстрела. Именно это должны сделать комбаты на всеармейском конкурсе. Всё начинается с изучения местности. Поэтому одно из первых заданий комбаты получают на тактическом поле. Огнём всех средств сковать противника с целью не допустить его манёвра. Наблюдайте действия противника, его огневое воздействие на первую мотостровковую роту. Цель этого мероприятия – проверить знания командиров батареи по огневому поражению противника. Я им даю вводные, а по этим вводным они принимают решение. В процессе боевых действий даёт командир рот, которому или придан, или назначен для поддержки командир батареи. Он в этом решении на карте должен нам записать на основании того, что мы ему дали вводное расположение мотостровкового подразделения, которое он поддерживает. Он должен принять решение по огневому поражению противника. Это мы вычитаем 24-696. Мы исходим из того, что офицер не должен механически запоминать те прописные истины, которые написаны в боевых уставах, а он должен их творчески применять в соответствии с той обстановкой, которая сложилась в данное время, в данный момент. Однако самым важным состязанием для артиллеристов является боевая стрельба. Одна из главных задач – это поражение цели без пристрелки. Как показал опыт чеченских событий, именно такой способ наиболее эффективен. Но для снайперского выстрела нужно произвести целых семь операций. Одна из них – это баллистическая подготовка. Командир батареи должен определить отклонение начальной скорости снаряда от табличных. Перед нами артиллеристская баллистическая станция, которая позволяет во время выстрела определить скорость полета снаряда. Реальную скорость. Не та, которая рассчитана была в таблицах, табличная, а реальная скорость. Так, здесь потом боевую работу, да? Боевую работу. Брос. Брос. Дело в том, что у снарядов разная начальная скорость. На скорость снаряда может влиять даже то, в каком ящике он лежал. Если в верхнем, и на него светило солнце, то температура заряда выше других боеприпасов, и снаряд улетит приблизительно на 100 метров дальше. Влияет и износ канала ствола. Из-за него снаряд сильно не долетает до расчетной дальности. Эта поправка очень важна, и если ее не учесть, то батарея может поразить собственную пехоту. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять мой. Нажми кнопку подъема снаряда. Брос, я контроль прием. Брос, слушай старший. Другая, не менее важная, поправка на погоду. Каждый час командир батареи определяет температуру воздуха, причем на всей траектории полета снаряда. Учитывает силу, направление ветра, давление и даже влажность воздуха. Не меньшее значение имеет и то, как комбат проведет подготовку орудий и приборов разведки. В створе с Уралом вот столбик на горе дальний, и вот за горой две елочки. Одна, которая редкая, и другая пушистая. Вот та, которая редкая, у нее вершины четко выражены ориентины. Так точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перископическая артиллерийская бусоль ПАП-2 придумана более ста лет назад. Ее конструкция ни в чем практически не изменилась. И проверку буссоли артиллеристы должны делать за три минуты. Без нее невозможно определить координаты орудий, целей и КНП, командно-наблюдательного пункта. Капитан Захаров. Время на оценку отлично, 3 минуты 5 секунд. Ошибка в 001. Оценка отлично. Вопросы? Проведя все проверки, командир батареи, включив автоматическую аппаратуру по определению координат, выдвигается на наблюдательный пункт. Там комбат получает задачу, цель. Цель 110-я. Пехота укрытая. Подавить. Расход 1,3 нормы. Ядон. Время пошло. Поражение цели является венцом всех усилий конкурсантов. ВЫСТРЕЛЫ Но они не знают, какие ошибки допустили. А команду, поданную на батарею, уже не исправишь. На каждой точке у нас есть член комиссии, как правило, это преподаватель нашей академии, который фиксирует все ошибки, допущенные конкурсантами. В тот момент, когда выполняют огневую задачу, подается команда с наблюдательного пункта. Я нахожусь рядом со старшим офицером батареи, и вот эти ошибки в дальности, в направлении, естественно, мы им вводим, и они видят, куда они попали. То есть оценку получают реальную. Так, бокс, стой. Прицел больше два. Да, правее 0,01. Для контроля три снаряда 30 секунд. Выстрел, огонь. Те виды подготовки, которые уже сделали конкурсанты, метеоподготовка, баллистическая подготовка, топогеодезическая привязка, ориентирование орудия, все это должно помочь комбатам поразить цели без пристрелки. И любая ошибка влияет на точность огня. Все эти ошибки вводятся экзаменаторами в прицельные приспособления. Так что снаряды поражают цели не у всех. Вводные комбатам дают разные. Помимо поражения цели способом полной подготовки, конкурсанты выполняют и другие задачи по стрельбе. Им могут дать для управления огнем командирскую машину со всем комплексом средств связи и разведки целей. А могут дать только один бинокль. Но и в одном и в другом случае результат должен быть один. Точное попадание. Для поражения целей они применяют батареи самоходных орудий. Мста и Акация. Левее 0,05. Левее 0,05. Ставить левее 0,10. Левее 0,10. Огонь. Батареи. По два снаряда. Беглый огонь. В этом году первое место занял представитель Михайловской академии старший лейтенант Владимир Таран. Приз за первое место – автомобиль. Капитан Александр Корнилов и старший лейтенант Сергей Богатинов заняли второе и третье место. Призы – вещь, безусловно, приятная. Но еще важнее – профессиональная репутация. Для артиллериста победить в таком конкурсе, как спортсмену взять золото на Олимпийских играх. Это звание навсегда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ